Рассмотрим продажи МКЛ товаров и услуг клиентам. Допустим, к нам пришел клиент Петров. Открываем картотеку и ищем Петрова. Открываем его карточку. Видим, что клиент был у нас в феврале 2016 года и проходил у нас обследование. Можем посмотреть его выписку. Форму выписки можно настраивать. Клиент проходит у нас обследование. Добавим визит. Видим данные предыдущего обследования. Заполняем остроту зрения. И снимаем данные с авторефа. Для некоторых типов авторефов данные можно снимать напрямую с приборов в карточке клиента. Эти типы вы видите перед собой. Для остальных приборов можно заполнить данные вручную. Заполним данные глазного давления. Поля зрения. Подбираем клиенту контактные линзы. Выбираем тип линз. Теперь заполняем врачебный дневник. Жалобы. Глазное дно. Диагноз. Ищем диагноз по названию. И формируем выписку. Как я уже говорил, форму выписки можно настраивать. Теперь занесем продажу товаров и услуг. Занесем врачебные услуги. Занесем контактные линзы. Сделаем это вручную. Программа нам показывает линзы согласно фильтра из обследования. Мы можем найти линзы, использовав и другие фильтры. Вы их здесь видите. Клиент купил упаковку. Занесем линзу для левого глаза. Опять использован фильтр из обследования. Покупка упаковки. Покупку линз и товаров удобно заносить, используя сканер штрих-кода. Давайте это сделаем. Мы видим сумму покупки. Можем пробить фискальный чек. Так, в течение дня мы заносим продажу линз товаров и услуг другим клиентам. Удобным средством оперативного контроля является журнал продаж. Здесь мы видим продажи за период. Период можно менять. Программа показывает средний чек. Из журнала продаж можно войти в карточку клиента. Можем открыть журнал чеков. Другие журналы. И можем вызвать нужные нам отчеты. Продолжение следует. Продолжение следует...